Валик карнавал заставила Сашу Стоуна сделать маникюр, Дани Милохим просят за концерт крупную сумму денег, Милане Хаметовой подарили пёсика, Аня и Щук готовятся ко второй беременности, Аня Каглай наконец-то возвращается домой. Всем привет, это канал Окблогер и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Распад хайпхауса всё же отменяется. В последнем видео ребята, как и в прошлый раз, назвали последнее видео из старого дома, так как они переехали в квартиру. Всё из-за банального удобства, чтобы не тратить на дорогу до съёмочных площадок кучу драгоценного времени. Жильё сняли двухэтажное в центре Москвы, у Юли, Кати и Германа отдельные комнаты. Также есть несколько помещений, где живут менеджеры. Заир, похоже, решил жить впервые отдельно, так как его там вообще не упоминали. Вале карнавал всё так же остаётся в хаосе, но продолжит жить отдельно с Сашей в своём доме. Участники не искали прям идеально готовую квартиру и в процессе много чего переделывали. Они своими ручками занимались ремонтом, что-то красили, украшали, выкидывали, покупали. Голышева, например, решила скреативить и занять весь балкон под огромную кровать. Туда настелили деревянные палеты, а сверху уложили матрас. Вид, с которым Катя засыпает, действительно потрясающий. Есть теперь у них и собственный выход на крышу, правда, приходится опасненько перелезать через балкон. Ждём крутые видосы с ночным видом или фотосессии на фоне рассвета и заката. Вчерашний же день почти весь хайп-хаус провёл на праздновании дня рождения Сони Слипи. Так как она в целом любит рокерскую тематику, дресс-код и украшения для вечеринки были выбраны именно в этом стиле. Вот образ Кати, в котором она тусила на дре подруги. Герман не особо заморачивался и надел что-то похожее из своего повседневного гардероба. Удивила же шпулька, у которой на лице заметили огромное количество пирсингов. Скорее всего, на губе и на носу клипсы, можно понять, как они там держатся. А вот серёжка на брови сделана как будто по-настоящему, видим прям прокол. Но может быть я ошибаюсь, поправьте меня, если что, в комментариях. В целом же праздник Сони прошёл на ура. К ней пришло огромное количество гостей, она успела поплакать, повеселиться и запомнить этот день надолго. Пора открывать традиционную рубрику «А что опять запретили в России?». В этот раз под руку тех, кому скучно живётся и нечего делать, попала всеми любимая история Гарри Поттера. В Министерстве культуры получили письмо от организации 4040, в которой просят проверить западное творение на пропаганду сатанизма и чародейства, что якобы является грехом. Причём зацепились активисты не за книги или фильмы, а за пьесы, которые ставят в современных театрах по мотивам произведения. Мне лично кажется, что их с такими письмами отправят куда подальше, так как проблем и так сейчас навалом. Да и ранее компания Warner Brothers, владеющая правами на франшизу, запретила показывать российским каналам Гарри Поттера в эфире. Поэтому что-то дополнительно запрещать уже нет никакого смысла. А кто захочет, и так сделает это у себя дома, скачав фильм из интернета. Поздравить с приобретением первого автомобиля можно фигуристку и олимпийскую чемпионку Анну Щербакову. Девушка ещё летом рассказывала, что загорелась желанием получить права и заранее заключённого рекламного контракта с автомобильным брендом. В ускоренном темпе она обучилась и успешно сдала все экзамены. Машину же покупала не сама, её предоставили бесплатно за амбассадорство от автоконцерна Амода. Вот на таком новеньком массивном кроссовере Аню теперь можно будет увидеть на дорогах Москвы. Пока кто-то приобретает, другие теряют. Популярный стример Дмитрий Ликс получил неожиданный бан на Твиче. Отдали его, судя по плашке, за нарушение чьих-то авторских прав. Самое обидное, что Дима ждал первого миллиона подписчиков и там не хватало буквально 5000, но видимо не судьба. Теперь он с нетерпением ждёт разбана и за прошедший день успел понять, насколько любят потоки и всё, что с этим связано. Возродить активную деятельность на Ютубе планирует Янгер. Он продолжал вести свой старый канал, выкладывая шорсы, что позволило добить миллион подписчиков. Но вот полноценных роликов не было там уже больше двух лет. Скоро Лёша это исправит, так как у него отснят влог, который он самостоятельно монтирует. Там парень собирается ближе познакомить аудиторию со своей девушкой, которая не особо любит публичность. Состоялась премьера того самого клипа Миланы Хаметовой на песню «Купи пёсика», куда пригласили несколько известных личностей. В кадре заметили братишкина в образе разнорабочего. Супер Стаса, который работал поваром, официантку Маркову Наташу, ну и Диппенса, сыгравшего по задумке хакера. Дава на протяжении сюжета был строгим отцом, никак не хотел покупать того самого пёсика, но в конце всё же сделал это. Милана сначала не поняла, что вручение было настоящим, а не для клипа, и продолжала улыбаться, чтобы не испортить кадр. Через какое-то время до неё всё же дошло, чему она была очень рада. Кличку питомцу пока не придумали, блогерша даже устроила опрос в Инсте, а сама предложила вариант Диппик. По паспорту, кстати, зовут его по-французски ЖТ. Вышло интервью Тати и Паши Сникерса для «Да, да, нет, нет», после которого они якобы потеряли ребёнка. Да, если кто-то не знал, они об этом объявили после моих догадок, но освещать уже не видел смысла. Обвинила же парочка во всём Наташу, что она якобы на них сильно давила. Но ничего такого даже близко я не увидел, максимально уважительный разговор без резких высказываний. Им просто необходимо было как-то оправдать весь хайп, поэтому получился вот такой поворот событий. Аня и Щук тем временем как будто мыслями готовятся ко второй беременности. Прошлой ночью ей приснилось, что она снова с большим животом и ждёт девочку. Особенно такой сон понравился Димасу, так как он больше всех остальных хочет второго ребёнка. Но в то же время понимает, что в связи с состоянием организма Ани, над этим пока рано задумываться. Пока что не рекомендуется. У неё с организмом очень всё плохо, она в контрах с ним. Поэтому сейчас ждём, пока всё поправится, всё наладится. Врач даст добро и, возможно, приступим ко второму. Валя и Саша продолжают свой отдых в Турции, откуда бандитка записала забавный ролик с подписью. Девочки, ура! Я заставила его это сделать. К адресу он садится к мастеру маникюра и готовится к процедуре с ноготочками. Хотя ранее на интервью с Абва Мелиссей заявлял, что настоящий мужик никогда что-то подобное не сделает и вообще осуждает такое среди остальных парней. Чтобы у нас не было недопониманий, вот определение слова маникюр. Это любая косметическая обработка зоны рук. После расфорсенного видоса по пабликам мы увидели новую серию кружочков с комментариями. Саша пояснил, что ему лишь обработали ногти без какого-либо нанесения и на самом деле он оказывается не против маникюра. Для него табу является лак, особенно цветной. И этого на его руках мы точно никогда не увидим. Абсолютно каждый мужчина следит за своим внешним видом. За своей прической. Ну да, я конечно оброс, потому что я в отпуске, но приеду этим займусь. Не знаю, за одеждой, за чистотой своей обуви. В том числе за своими руками, понимаете. У мужика я считаю, что не должно быть, знаете, там грязь под ногтями, какие-то огромные заусенцы, кровавые руки. И ребята, вы никогда не увидите здесь никаких цветных ногтей, никаких лаков. Запомните это раз и навсегда. В сети опубликовали обновленный райдер Дани Милохина. Если кто-то не знает, это список требований к организаторам для выступления тиктокера. Удивительно, но с переездом в Лос-Анджелес стоимость концерта увеличилась. Если вы захотите пригласить Даню к себе, например, на ДР, придется выложить 3 миллиона рублей. Помимо этого, необходимо оплатить перелет из Америки эконом-классом и перелет менеджера из Москвы, если мероприятие в другом городе. В самом же райдере в целом нет ничего необычного, но остались все те же забавные пункты с обязательными в гримерками шариками и игрушкой единорога. Их Милохин попросил включить еще при первом составлении списка, и в итоге они остались как традиция. У Ани Покров и Бабича райдеры примерно похожие, но их пригласить каждого по отдельности стоит в 2 раза дешевле 1,5 миллиона. И да, нужно понимать, что не вся сумма идет им в карман. Примерно треть уходят на комиссию Ярослава и работу его агентства. Ну и под конец небольшая хорошая новость про Никоглая. СМИ со ссылкой на источник сообщают, что Колю в ближайшее время депортируют в Молдову. Он полетит домой через столицу Армении, Ереван. Также помимо ранее наложенного штрафа в 5000 рублей, стримеру запретили въезд в Россию на 5 лет. Ждем от него большого ролика со всей истории, что же с ним на самом деле происходило. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале. Увидимся уже совсем скоро.